Министр по ЧССР Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте Казахстанская. Напомним, в 10 часов 5 минут утра 17 августа на шахте Казахстанская выработке угольного уклона произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землей находились 227 сотрудников. 222 человека подняты на землю. В больницах находится 11 рабочих. 5 человек трагически погибли. Шахта Казахстанская – одна из 8 шахт компании Арселор Миттл Тимиртау в Каргандинской области. Там добывают уголь. Случаи с гибелью шахтеров на предприятиях Арселор Миттл Тимиртау происходят не впервые. Министр по ЧССР Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте Казахстанской. По его словам, на шахте горела транспортная лента. С нее огонь перекинулся на пласты угля, поэтому они горят долго. Тушение тоже вопрос непростой. Спасатели работают в непригодной для дыхания среде. В ограниченной видимости при высокой температуре, заявил министр. Горящую шахту Казахстанская решили изолировать через возведение гипсовых перемычек. Естественно, для спасателей это небезопасно, но все меры техники безопасности предусматриваются. То есть, есть передовой отряд, который тушит пожар, а есть отряд, который их страхует. В случае, если будет какая-то тяжелая ситуация, то они придут им на помощь и окажут им содействие. Карагандинскую область после трагедии посетил премьер Смаилов. Он встретился с родными горняков и обещал, что виновные трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте грозит до 7 лет лишения свободы. Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55. Напомним, самому молодому погибшему было 27, а старшему 59. Как рассказывают близкие, если бы снизили пенсионный возраст, возможно бы он выжил. Компания Arcelor заявила, что семьям погибших шахтеров оказывается помощь, которая включает в себя затраты на погребение и выплату семье в размере 10 годовых зарплат. После трагедии в соцсетях появилась петиция, где люди требуют, чтобы Миттл ушел из Казахстана. Возможную смену собственника прокомментировал министр финансов Жамаубаев. Для меня, для Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы и на повышение оплаты труда, на модернизацию производства и так далее. Поэтому чем, так скажем, потенциально инвестор финансово обеспечен, тем для экономики лучше. Поэтому здесь определенно есть моменты, которые связаны, я еще раз говорю, с конфиденциальной формацией. Мы тем более полностью с нынешним акционером, так скажем, не закончили переговорный процесс. Премьер страны также заявил, что на объектах Arcelor погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. На Лакшми Миттала в Казахстане трудится 50 тысяч наших граждан. У него немало предприятий по всему миру, но только на ArcelorMittalTemortal люди гибнут так часто и так много. По словам депутатов, сверхдоходы компании стали возможными благодаря постоянной господдержке в виде налоговых льгот. К примеру, в 2015 году Миттал получил господдержку на 50 миллионов долларов. В свое время компания взяла шахты с 20% износом и довела этот износ до 70%. Во сколько же обошлась компания олигарху? Всего лишь 225 миллионов долларов. Причем с рассрочкой. Такова цена за флагман казахстанской металлургии. Это при том, что рыночная стоимость была 5 миллиардов долларов. Причем металлургический магнат расплатился за казахстанский комбинат только спустя 4 года после вступления в полное владение и платил он не своими живыми деньгами, а теми, что получал с самого комбината. Плюс по контракту Миттал получает роскошный подарок в виде самых низких цен на сырье, электроэнергию и ЖД-тарифы. При этом, согласно аудиторскому отчету, компания приносит своим акционерам в день около миллиона долларов чистой прибыли. Боржан Шеяхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.